Приветствую вас, Ольга. То, что вы описываете очень похоже на созависимые отношения, в том смысле, что вы как будто бы правда боитесь молодого человека потерять. И как будто бы его вот угроза разрыва с вами, она действительно является угрозой. И он знает, может быть, что вы боитесь его потерять. И потому это использует. Это первое. Второе. Вы не отвечаете за свой поведение в скандале, то есть вы отвечаете за свою роль в скандале. И вы не несете ответственность ни за свое поведение в скандале, ни за свои слезы. То есть, словно говоря, все такое слезы. Это жертвы на это поведение. То есть, ты меня довел, все, я плачу, меня истерика, прошу прекратить. То есть, это как повод перекладывания ответственности за то, что происходит в вашей психологической реальности на другого человека. И такое перекладывание ответственности, оно явно не началось вот вчера или сегодня или пару дней назад. Такое перекладывание ответственности, по-видимому, началось, кратки, с момента, когда вы начали жить вместе. Молодой человек почувствовал, что вы никуда не умерли. Молодой человек почувствовал, что все, что он вас завоевал. Вы дали ему это почувствовать. То есть, вы, может быть, совместное проживание потенцировали так, либо ваше поведение изменилось. Правда в том, что вы просто ждали, что скандалы прекратятся. То есть, вы сами скандалили, вы сами не работали над причинами скандалов, вы сами ничего не меняли. Вы не заявляли о своих интересах, вы не заявляли о какой-то неприемлемости того или иного, той или иной ситуации. И вот, собственно, причина, причина, она в этом. Причина, она в этом. И происходит таким издаватель, что, а, вы боитесь остаться одной, а, так по всему, вы боитесь питаться молодого человека, б, у вас данная сама оценка, вы считаете, что с вами так можно. Вы считаете, что молодой человек, он доведется, он ведет себя плохо, да, вы это знаете. Но в глубине души вы допускаете, а вдруг, 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 ну, вдруг, вдруг, вот, я действительно этого достойный. Ну вот. Так что, откуда у вас появляется, например, мысль о том, что, типа, что друг, ну, что он осуществует своей угрозой? Так разве не хорошо, что он осуществует свою угрозой? Удя от вас, наконец. Но он не идет. Потому что это созависимые отношения. Потому что это совсем эзохистические отношения. В отношении, где вы мазохист, то есть вы страдаете, и вы привязаны к этому страданию, и других отношений вы устраивать не можете в силу своего восприятия себя. И есть садистское поведение вашего мужчины, которому необходимо быть в таких всплесках и чувствовать эмоции. В других всплесках человек просто-напросто не чувствует себя. Ну, вы, брат, с адамезохистической отношения почитаете, и я полагаю, что вам все будет понятно. И молодой человек все устраивает. Вы, если вас не устраивает, вам нужно меняться, вам нужно работать над собой. И, в первую очередь, наверное, вот самое-самое такое вот практичное и ключевое, что вы можете сделать, это... как бы вот перестать все раз. То есть, изменить свои модели, свою модель общения, да, с конфликтами на неконфликтами. И в этом можно вам помочь. Этому может научить психолог, например. Вот. Вот и все. Так, по большому счету, просто, вы оба, вот два человека, которые, вот, нашли друг друга в сравнительных психических отношениях. Вы оба боитесь друг друга потерять. Молодой человек, он вас не боится потерять. То есть, он боится вас потерять так же, но для него то, что он делает, это способ, во-первых, проявления любви. Он искренне верит, что так, так управляет любовь-любовь. И, бэ, он, действительно, точно боится вас потерять. Именно поэтому он вам грозит тем, что, может быть, вот. То есть, вы оба одинаково боитесь потерять друг друга. Просто, у вас это проявляется одним образом или другим. Вам кажется, что он доминирует? На самом деле, нет. Он не доминирует. То есть, вот, ну, как бы, он так и независим, как вы, понимаете. Вот. Так что, изучите с этим эзо-хистические отношения и после обращайтесь к психологу. Я думаю, что специалисты вам помогут. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...